Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня закрепим знания об оболочках спинного и головного мозга. Спину и головной мозг покрыты тремя оболочками. Наружная – твердая оболочка, прилегающая к внутренней поверхности черепа. Средняя оболочка – паутинная. Внутренняя оболочка – мягкая, покрывающая поверхность головного мозга. Мозговые оболочки выполняют следующие функции. Защищают мозг от механических повреждений. Защищают мозг от попадания болезнотворных микробов. Содержат кровеносные сосуды, участвующие в секреции церебреспинальной жидкости. Оболочки спинного мозга в области большого затылочного отверстия продолжаются в одноименной оболочке головного мозга. Непосредственно к наружной поверхности мозга спинного и головного прилежит мягкая сосудистая оболочка, которая заходит во все щели и борозды. Мягкая оболочка очень тонкая, образована рыхлой соединительной тканью, богатой эластическими волокнами и кровеносными сосудами. От нее отходят соединительные тканые волокна, которые вместе с кровеносными сосудами проникают в вещество мозга. Определите, в каком из заданий правильно указана последовательность оболочек головного мозга. Правильно! Твердая, паутинная, мягкая. Кнаружи от сосудистой оболочки располагается паутинная оболочка. Между мягкой оболочкой и паутиной оболочкой находится подпаутинное пространство, заполненное мозговой жидкостью, ликвором. В нижней части позвоночного канала подпаутинное пространство свободно плавают корешки крестцовых спинномозговых нервов и образуют так называемый конский хвост. Полости черепа над крупными щелями и бороздами подпаутинное пространство широкое и образуют вместилище – цистерны. Наиболее крупная цистерна – мозжечково-мозговая, лежит между мозжечком и продолговатым мозгом. Цистерна латеральной ямки располагается в области одноименной борозды. Цистерна зрительного перекрестка находится кпереди от зрительного перекрестка. Между ножковая цистерна расположена между ножками мозга. Ответьте, пожалуйста, где образуется цистерна мозга? В субдуральном пространстве, подпаутинном пространстве, в мягкой оболочке или в паутиной оболочке? Правильно, в подпаутинном пространстве. Подпаутинное пространство отсекает спинномозговая жидкость – ликвор, образующаяся в желудках головного мозга. Оттоплитво ликвора из подпаутинного пространства в кровь осуществляется через выпячивание грануляции паутиной оболочки, проникающих в просвет синусов твердой оболочки головного мозга, а также в кровеносных капиллярах у места выхода корешков черепных из спинномозговых нервов, из полости черепа и из позвоночного канала. Благодаря этому механизму ликвор постоянно образуется в желудочках и всасывается в кровь с одинаковой скоростью. Снаружи от паутиной оболочки находится твердая оболочка мозга. В позвоночном канале твердая оболочка спинного мозга представляет собой длинный мешок, содержащий спинной мозг с корешками спинномозговых нервов, спинномозговыми узлами, мягкой и паутиной оболочками и спинномозговой жидкостью. Наружная поверхность твердой мозговой оболочки спинного мозга отделена от надкосницы, высылающей изнутри позвоночный канал эпидуральным пространством, заполнена жировой клетчаткой и венозным сплетением. Твердая оболочка головного мозга срастается с надкосницей, поэтому она непосредственно покрывает внутреннюю поверхность костей черепа. Между твердой оболочкой мозга и паутинной оболочкой имеется узкое субдуральное пространство, в котором находится небольшое количество жидкости. В расщеплениях твердой оболочки головного мозга образуются каналы трехугольной формы, заполненные венозной кровью, венозные синусы. Основные синусы твердой оболочки – это верхний сагитальный синус, прямой синус, затылочный синус, поперечный синус, сигновидный синус, пещеристый синус, верхний и нижний каменистые синусы. В месте, где сходятся верхний сагитальный, прямой, поперечный, затылочный синусы, образуется общее расширение сток синусов. Из венозных синусов кровь оттекает во внутреннюю яровную вену, позвоночную вену и сплетение, а также наружные вены головы через диплоические вены, расположенные в горчатом веществе костей свода черепа, а также через эмиссарные вены, проходящие через непостоянное отверстие черепа. Кроме того, твердая оболочка мозга образуют отростки, которые несколько разделяют отделы головного мозга. К отросткам твердой оболочки головного мозга относятся серб большого мозга, серб мозжечка, намет мозжечка, диафрагма турецкого седла. А это задание для самостоятельной работы. Укажите название элементов мозговых оболочек на этом рисунке. Спасибо за внимание.